Гудит ничего. А, всё. А что, узнай, от чего гудит-то? А телефон около проходит, подключен, и, видимо, электрический ток вместе с проводами... Ну, больше не ставь рядом никогда, времени не тратить. Слушаю. Ну, богослужение тема. Давай. Вы открыли её? Я открыл её. Всё, 486. Да. Всё, продолжаем. Так как-то убрать, у меня рисунок-то закрывает надпись. А вот, всё, я увёл вниз. Считайте. Так, всё, сейчас включаю. Это мы проходим на нашем сайте «Восвете Библии». Тема «Папка о богослужении» и вопрос 486. А вот, если причастие – дело верных, то выходит, что книгу Гоголя «Размышления о божественной литургии», такая книга есть, нельзя всем читать? Потому что там подробно говорится обо всём таинстве на литургии. Ну, а что надо так говорить? Я обещаю так, что апостол Павел в одной из своих праздников даёт намёк, что этого делать нельзя было Гоголю. Такое место, это у Тимофея, третья глава, первое послание, третья глава, девятый стих. Хранящее таинство веры в чистой совести. Больше другого нету. Вот святой Иоанн Затаус, он многократно и в проповедях касается темы причащения в завалерной форме и добавляет. «Верные знают, о чём я говорю. Хотя к этому времени более трёхсот лет язычники высмеивали на сценах своих театров это таинство. Так какой же тут был секрет-то? Если всё равно, уже все знают. Очевидно, святцы и рассужденные так делали. Кто это делает, тот ответит за себя. А я поступаю по слову Господню. Лично я, проводя занятия более двенадцати лет в университетах, касаюсь разных тем. При прохождении противосектантских уроков. Так как аудитория там весьма разнообразная и есть нехристиане. Тему причастия мы проходим в церкви, в трапезной. Я не могу сказать, что призначалась ли первоначальная книга Гоголя для свободной продажи. Но только все богохульники и христопродавцы, комиссары дьявола, как Емельян Ярославский, так и Губельман, Марк Твен, Лео Кассиль, издеваются кощунственно над этим таинством. Я так считал у них. Худо то, что Николай Васильевич, видя нарушение в храме, при богослужении, все это оправдывает, используя талант сказочника-писателя. Поэтому по общему содержанию и ради его измышлений книгу эту стоит запретить. А надо или не надо? Она нам говорит, а вот они теперь снимают. Ну и что снимают? Они ничего не знают. Они не знают. Мы видим, что патриарх служит и как совершает, наливает вино и как выходит, как прищищает. Это все везде было открыто. А что стоить? Ян Златоуст сделал так, чтобы из ложечки давать, а не в руки, как до него было. А для того, чтобы колдуны не унесли, люди за щекой выносят. Это ничего не дало, кроме искажения. И Златоуст тут был абсолютно неправ в этом вопросе. Иисус говорит, творите, показал, творите. Как? Отдельно дал, хлеб преломили, отдельно чашу пустили по кругу, и каждый брал ее в руки. А тут там копье режут, ну все, что там есть, и частицы вынимают, сколько просвор. Это сделать таинственное, я считаю так, чтобы человек другой и не пытался повторить. А так-то взял лепешку, переломил, дал ее, прищищаетесь. Божественное нельзя подправить, нельзя. Вот недавно тут у вас, когда в чате вы были, и кто-то показал, я не знаю кто, Дмитрий, кажется, там написал, Лемеш, что дьявол, он рассуждает, как погубить христианство. Нападки кончились ничем, язычество ушло, а через монашество. Лучшие силы выкачивать за стены и там заморить, чтобы проповеди не было, и все кончится. Вот так. Откуда это пошло? Да, да. Ну, так, что-то я хотел сказать. Ну, ладно, забыл. Ну, мы не ведем разговор об этом, никак. А снимать, а что снимать? Причащаются. Мы не рассуждаем, не разговариваем, ничего. Он причащается. Мы показываем, какая чистота, какой порядок, как исповедуются в отдельной комнате. По одному дверь закрыта. И когда причащаются вначале дети, потом мужчины, а потом женщины. Ну, вот церковь-то пошла по пути все-таки исправления многих моментов. Вот, допустим, клятва открыто запрещена, открыто написано. То есть, без толкования написано. Но, прям в канонах написано, что клятву давать надо. Прям в канонах прописано по поводу священства там. Вот как так? Почему? Да никак. Дух мира все захватил. И престол патриарший соединился, сдвигаясь все ближе и ближе с монаршем. И вот отсюда все есть. Церковь стала защитить государство. Государство покровительство ей. Награды стали выдавать мне ордена и прочее. Они легко на это пошли. Церковь абсолютно независимая. Ни в коей мере. Потому что это другая сфера влияния души. Но церковь касается и тел. Накорми, напой. Это неправда. И мы не должны бояться так и сказать. Это было нарушением. У нас никто не идет служить в этом вопросе. Не дают присягу. Никто. У нас особая, если не знаете, на бланке даем. Альтернативная служба. Но наших перестали вообще брать. Они идут, заявления отдают и больше их не касаются. Следующий вопрос. Да. Если нет возможности отстоять в церкви Марьи Настояние. Ну и что такое Марьи Настояние? Пожалуйста, объясните. И прочитать канон дома. То можно в четверг есть с маслом? То есть кушать с маслом можно ли? Ну, если бы столько же поклонов было, конечно, можно. Церковь поступает с нами так, что определенное послабление. Как совершенно неразумным. Вымеряя каждый наш шаг. Ну, это интересно, конечно, и приятно. На пятой неделе Великого Паса в среду вечером. Пятой неделе. А, всего семь недель. В церкви считается единственный раз в году полностью на одном богослужении великий канон Андрея Критского. В этот же вечер молятся Марии Египетской. Это моление в простонародье называется Марьиным Стоянием. Во всех возрастах, помилуй меня Божией, обращения к святым делаются земные поклоны, количество которых достигает до трехсот. Ради вот таких физических подвигов, дальше если дома делается, чтобы восстановить растерянные калории, дается разрешение на следующий день, то есть в четверг, употреблять растительное масло. Условия этой игры, в кавычках, должны быть приняты серьезно. Если дома не молился со всеми земными поклонами, то до субботы масло не вкушай. А во время Великого Поста в разных местностях и разных монастырях-то постились по-разному. Никогда не переходи из одного устава в другой, ища послабления. Все должно быть по-честному. У премудрости Соломона 1.4 мы читаем. «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху». Попутно немного сказать о житии Марии Египетской надо бы. Правильно. В ее биографии нет ни одного шага, основанного на Евангелии. Вот я говорю, это прямо начинает дрожать священники. Конечно, подвиг, это она совершила 47 лет страданий таких, одна в пустыне, мороз, жара. Но сравнишь и те Марии Магдалины. Это скрылось в пустыне, и дали разговор только о чудесах, стоянии в воздухе, левитации, что ее подняло там на локоток, на полметра. О похорнах львом. А вторая дошла даже до императора, благовестуя воскресе, воскресшем это Мария Магдалина. Ее называют апостолом апостолов. Сегодня никто даже не пытается сказать, что путь Марии Египетской – это путь самоизмышленный, совершенно не касающийся Евангелия. И указание Христа идти к погибающему миру со словом благовестия. И когда начнешь говорить, всячески выкручивай. Да вот, ну, по Евангелию, по Евангелию, покажи, где Христос велел уходить в пустыню. Ну, нет этого. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И вот чудеса. Чудеса и чудес требуют Еврея. А Елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Вот и все дальше-то какое идет. Так что, житье Марии Магдалины – это мертвое. Если считать, что… Египетской, не египетской. Седьмого века, тринадцать столетий, и ни одного человека подражающего и не было. Да и чего ему подражать-то? Не было. Ни одного. Но это мертвый путь-то. Что говорить? А путем Марии Магдалины прошли сотни миллионов. Ну, вот и весь ответ. Ну, вот она же, Мария Египетская, причастилась один раз в 47 лет. До того, как вышла. И после только уже, через 47 лет. То есть, ей причастие не нужно было в 47 лет, вопреки вот этой учению. Да, ничего нет. И она святость не потеряла, согласно церковным сказаниям. А тут придумали каждый день, на каждой литургии. Где это вношли такое? Россия приняла от греков в это время. И так и сохранилось оно у Старообряста. Четыре раза в году во время поста. Называется говень, о чем Достоевский пишет. Мы говели эту неделю. Усиленный пост. А что, давай причастие, и там тебе плохо будет. Не допускать до причастия. А тут наоборот. Облучать от причастия за то, что ты не причащался. Совсем с ума сойти. Ну, вот вы изучали раннюю христианскую церковь. Все-таки, вот в самом начале-то они часто причащались? Вот когда гонения все эти были, почти каждый день. Было такое же? Не знаем мы. Когда говорится ежедневно по домам преломляния хлеб, мы не знаем, о чем речь идет. Вот в чем суть. Ежедневно собирались в разных местах разные люди, тоже не знаем. Собирались по разным городам, тоже не знаем, что заключает эта фраза. И поэтому буквально выкристаллизовывалось вот это. Подходить к этому надо осторожно, потому что многие больные немало умирают. Больные и умирают, когда недостойно причащаются. А достойно, достойно по-настоящему никогда не причастишься, но все-таки можно подготовиться. Какие-то каноны считают, поклоны. Сегодня никак. С улицы зашел священник, стоит и прямо ревет стоит. Кто не причащался? Стоит. Кто не причащался? Она стоит совсем не крещеная, готовилась. Она подошла и причастилась. А Нина говорит, что ж ты сделала-то? Так он кричит, она меня смотрит. Ну я подошла и причастилась. То есть игра. Священники не верующие совсем. Златоуст говорит, тело мое отдам на съедение псам, чем тело Христово недостойно причащающегося. А как он говорит, не похваляем ни редкое, ни частое, а достойное. Иные причащаются, скажем, раза в два года. Зачем бы она так говорила? А иная через 47 лет. А у вас в храме есть ли какие-нибудь святые мощи? Или если есть, какие? Ну и в антиминсе-то есть, конечно. А так, чтобы отдельно где-то нет. В этом никакой нужды нет. Антиминсы с мощами. Вот и все. А от кого это, я не знаю. Зачем мне туда лезть? Ничего нельзя проверить. Никаким образом. Написать можно что угодно. Ну вот это следующий вопрос-то и был. Да. Ну вот это что-то. В раю-то Бог сказал, Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо он... Так, прах-то и в прах возвратишься. Это сказано все о человеческом теле, исхода души, после ее, когда душа выйдет. И христианство 12.7. И возвратится прах в землю, чем он и был. А дух возвратится к Богу, который дал его. Вот в нашей книге кристиноправославие, она есть на нашем сайте, во свете Библии. В главе «И так бодрствуйте» подробно говорится о злоупотреблении мощами. Вот меня часто спрашивают, почему, когда я насчитывал на мактофонной пленке все 12 томов жития святых, не пропустил те места, которые, не согласны с Библией, противоречат явно этому. А вот другие люди, наоборот, недовольны тем, что в определенных местах я ударял в импровизированный колокол один, два и даже три раза. И таких мест было около 147. Зачем это? Дело в том, что я верю в свое избрание и очень необычное избрание от Бога. «Оставаясь православным, уверовав сознательно по Библии во Христа, как своего личного спасителя в среде баптистов-пятьсятников-то, я ни на сантиметр не изменился к их заблуждениям. Но все, что есть у нас в православии, отныне подвергало рассмотрению, анализу, тщательному исследованию во свете Святой Библии. Авторитет Библии для меня абсолютный, вечный, непоколебимый. Бог дал мне огромную, полную веру в Слово Его. Слово, то есть в Библию, что там написано. Первые 10 лет я проводил за чтением Библии от 5 до 10 часов в день, заучивая наизусть до запятой, не только стихи, но и целые главы. Если в церкви мне удавалось расслышать хотя бы три слова к ряду, я мог мгновенно назвать книгу, главу, стих на память. Только в одной беседе о втором пришествии Христа баптисты подсчитали, что я процитировал на память 72 места, не стиха, а иногда целые пакеты. Поэтому, когда я начитывал жития святых, а это 1173 биографии, то я выбрал из 12 томов сначала все жития первого века, затем с новой пленки второго и вот так до двадцатого. И каждый век начинался с новой пленки, с первой дорожки, а оставшиеся, незаполненной дорожки, в конце каждого века старался заполнить творениями святых отцов. Получилась развернутая картина истории церкви по векам. Я сейчас могу назвать общую продолжительность по времени измучения житий за каждый век с точностью до одной минуты. Эта наработка есть только у меня, это мой труд. Вот открываешь таблицу, там на обратной стороне есть, и какое житие не возьми, таблица, и показано количество страниц этого жития. Книги нету, а ты знаешь сколько страниц, все 1173. Для меня нет вообще авторитетов, сколь бы великим не пытались святого это назвать. Когда Иоанну Златоусту говорили, что вот такой-то добрый, святого образа жизни священник не против клятвы-то, и даже сам клянется, то святитель отвечал. Я вам показываю на владычный закон, а вы мне на чужие грехи. Здесь не один к одному. Вот эти слова Константинопольского патриарха для меня как маяк. Каждое житие, каждую фразу и поступок я просеивал через знание священного писания, 12 томов. Сходится или не сходится? Галатам 1.8.9. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли от нас, приняли, да будет анафема. И я верю, что Бог будет судить нас не потому, как учат в церкви, как пишут хорошие книги, но по Библии, Иоанн 12.48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Кого? Не принимающий слов моих. Мы им показываем по Библии, вот, написано в прах возвратеющийся. Где вы нашли, чтобы резать человека? Это так я говорю. Потому что, когда при насчитывании житей я наталкивался на такие места, которые не соответствовали слову Божию, я ударял в колокол. Внимание! Если не соответственно было очень сильно, я ударял дважды. Осторожно, внимание! Если встречал прямо антиевангельское, страшное, но это одобряется. Я бил трижды в колокол. Тревога, тревога, тревога! И считал себя не вправе делать пропуски. Из песни слова не выкинешь. Вот мое оправдание перед обвинителями справа и слева. У нас есть антиминс, а он без мощей не бывает. Я не священник, никогда не вторгался в то, что не принадлежит мне и не интересовался. За то, что в алтаре отвечает другой. С меня за это не спросится. И на эту тему не рассуждаю и не интересуюсь. Хотя точно знаю, что все это не по слову Божию. Иконостас, антиминс, мощи, иконы и прочее. Но я православный и все это принимаю. Вот мое отношение к тому, что есть. Я понимаю, что то, что есть, оно меня от Христа не уводит. Никак. Но я пришел, там икону поцеловал. Как она? Ну никак не может. А она меня не отталкивает. Хотя иконы не идолы. И поэтому никогда не вторгаюсь, что там есть. Я был еще не рукоположенный щтец и в алтарь-то не входил. Вот так. Ну вот да, вот эти жития, допустим, вот этот момент. Там, когда кого-то придавило, и христиане кровь пили. Да. Вот тут промачивали. Это же вообще... Выжимали и пили. Вот это такое житие есть страшное. А там комиссия пришла, строили храм. Их было семь человек. И леса обрушились. Обрушились, и кирпичи на них с высоты. Ну их раздавило, сразу умерли. А один там стонал, долго раздавленный. По-то вытащили его. Ну все, он претерпел и умер. И вот они, любя его, для исцеления, вымачивали в воде кровавые его одежды и пили. Когда кровь животных запрещено пить. Тут даже говорить не надо. Или приходили причастия, клали на могилу умершего. И никто никогда ничего не говорит. Так, не так. Но я это сделал, показал. Я не придумывал. Почему? Потому что непростое это дело. Непростое. Если вы захотите оправдать любое беззаконие, то можно сказать, что запрещено животных кровь пить, а человека не запрещено. Да, ну, могут некоторые так даже сказать. Да. Это, кажется, Афанасий Афонский. Там есть он такое, его имя и местонахождение сходится. Я могу это глянуть. Это мощи или прище, смерть. Ну, симфония на жития. В конце посмотри и сразу найдешь. У вас в интернетной версии-то есть жития и прочее? Да, я даже находил это у вас в вопросах. Ну, есть у меня это где-то. Нашел я. Ну, вот так. Так, теперь легко искать-то. Это можно в течение одной минуты найти. Кто такой, когда, в каком веке, где и какого числа память этого святого. Их она не так. Да. Все, что читаю, я себе перекидываю, у меня заметки, и все скапливается. Так. Вот я вчера разговаривал при выходе со службы. Там молодой человек, у него волосы длинные были. И я подошел, и ему показал апостол Павла, где апостол Павел запрещает растить волосы. Говорю, также в канонах, говорю, есть тоже такие в этом... В толкованиях канонах толкователи говорят, что тоже это не подобает делать. И блаженный Августин на это ссылается. И вот он говорит, что Христос, говорит, имеет же длинные волосы. На что я ему говорю, что нам это неизвестно, имеет ли он длинные волосы. А он говорит, ну вот плащаница, или как там, вот это, не плащаница, вот это его лик, который, ну, в церкви верят, что вот он подошел и оставил свой лик. Вот этот на... Как его это назвать? Ну, на полотенце. Ну, образ, образ, полотенце, я едесскому князю. Да, 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 да. Авгарю, Авгарь. Вот скажите, как к этому относиться, расскажите, пожалуйста. Никак. За основу берем то, волосы растить нельзя длинным мужчинам, все. А остальное все, это может, доказательств нету, что именно тот образ. И как, лицо отобразилось, а при чем тут волосы-то? Длинные волосы сзади. Все придумывает. На это нет ссылки, что вот Господь образ сделал, а теперь делайте так. А тогда куда деть написано? По слову судить будет. Как в Псалтире написано, слово твое превыше всякого имени твоего. Вот как. Все имена, пятьсот имен Божьих, а слово Божье выше любого имени. Ну вот, еще тебе больше знать. А так это, конца блуждания будет. Никогда и нигде противоречащие не принимайте. Я не принимаю, все, я в это не верю. Кресту, а были длинные волосы, а чего вы решили длинные? От где это сказано? Нигде. Он был на заре, он не был на заре, он пил вино, написано. Жил на зарете, назвал на зареем, как вот в Москве живет, москвич, Барнауле, Барнаулец. Да, ну тут для меня вопросов сто процентов, конечно, это однозначно. Апостол Павел сказал, значит, так и есть, так и было. Вчера на меня вышел сын отца Наума, которому Илья Вичкутов ездил, снимки прислал мне, там он был. И у него вопросов 47, что ли, было. И все разрешили. Так, я понял. Вопрос следующий. Дальше, я понял. Вопрос следующий. Все разрешились, ни одного противоречия нету. А почему? Потому что с ним Бог говорил, не я. Я передавал слова, которые я услышал от Бога. А как вы услышали? Прочитал Евангелие, а они отобразились на бумаге. Как их раздражает, когда так говорю. Грешны, многогрешны. Супергрешны, архигрешны. У них там с жильем разрешился вопрос. Я просто смотрел ролик. Отец Наум у вас совет брал. Там они, что-то, сыновья, жилье, там, где жить вместе. Да, нет, пока ничего нет. А он тогда не был. Павла там не было, он отдельно живет. А это он, Павел, почему ты Георгием стал? Я не спрашиваю, у меня разницы нет никакой. Он говорит, отец вас очень хорошо отзывается. Он все, отец мой, отец мой, меня отцом зовет. Тут он обратился у меня, и я его извод крещения принял. Следующий вопрос. Женщину нельзя носить в мужскую одежду. Второзаконие 22.5. На женщине должно быть мужской одежды. Мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок ты с Господом Богом твоим, всякий делающий сие. Можно ли сюда отнести и обувь, например, кирзовые сапоги, одевать женщине? А кто сказал, что они только мужские? Этого и нигде нет. Одежда, говорится. Нельзя. Ну, я отвечал так, обычно. Обувь мужская и женская, они не отличались, как сибирские валенки. И не подчеркивали принадлежность к полу. Если головной убор столь различен, платок, шапка, то запрет касается и головного убора. Если сегодня большая часть женской обуви на высоких каблуках, и в обтяжку надо полагать, что это не кирзовые сапоги, не мужская одежда. И носящий такую обувь может получить название иное. Ну, я тогда беру Исаия 3 глава 16 по 23 стих, читаю. И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменные ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят сыпочками на ногах. А галит Господь теми дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые волшебные перстни и кольца в носу. Там, наверное, сыпочки на ногах и звездочки, и луночки. И опахала, увязла запястья, и пояса, и сосудцы с духами. Привестки волшебные. Перстни кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки. Светлые тонкие и пончи, и повязки, и покрывала. Сколько всего навешано было. И будет вместо благовония зловония. И вместо пояса будет веревка. И вместо завитых волос плеш. И вместо широкой и пончи узкое вретище. И вместо красоты клеймо. Если есть характерное отличие в одежде и в обуви, у мужчины и женщины, значит, мужчина не должен обуваться как женщина. А кирзу, сапоги, это тем и другим. Как тапочки берешь. Какая разница, кто ей. Сейчас у меня была тут одна. Я гляжу, она их надела, тапочки, все мои. Я никогда чужую обувь не надеваю. Никогда. Нигде. Ну, Игнат Тихонович, вы вот проехали много где, посмотрели разные храмы, монастыри, церкви. Где-нибудь вы видели, где в достаточном страх Божий удерживается в церквах? Вот где-то приход какой-то. Где прямо этим занимается, чтобы на людях был страх Божий? Ну, все, я не видел. Вот так, чтобы вот так все сошлось, и чтобы мы показали, вот как у нас, нигде не видел, ни разу. Даже намека на это нету. Проходной двор. Любой заходит, выходит. У нас даже во двор не зайдет чужой. И с посторонних никто не смел пристать к ним 5.23. Вот пусть выполнят это, деяния апостолов. Никто. Я считаю, это важнейшее. Господь так создал. А у них так сделать сейчас, чтобы были, они не знают, кто. Вот я беседу со священником. А вы знаете, кто у вас соглашенный? Нет. Так если выполнять, я должен выйти. Так ты бы давно и вышел. Хоть в одном месте на мерзости меньше было. Вот так ответ. Женщины сегодня привыкли носить брюки. Следующий вопрос. Как заставить себя носить платок и юбку вместо брюка? Вот человек про себя спрашивает. Ну, как ответ. Вот тут ролик был про одну мусульманку. Как она отличница, учится. У вас в чате сбросили в синем таком платье. Красота такая. Сейчас сестры были, я уже третий или четвертый раз смотрю. Ну, как ответ. Срах Божий. Потому что человеческий закон на стране не действует в этой области. Второзаконие 22.5 прямо говорит. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом Твоим всякий делающий сие. Делающие такие мерзости перед Богом. То есть мерзавец. В бывшей Бирме, Юэнс Янге, принят государственный закон, чтобы у женщин край платья был не выше 20 сантиметров от земли и не было разрезов. Нарушители отводятся в участок, штрафуются и наказываются определенным числом ударов палкой. И о самохотениях, вожделениях, можно сказать, сдохла собака. И так в каждом вопросе. Мы читаем, даже у Соломона написано. Это притча 29.19. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но они и слушаются. Может быть, русским людям нужно прощищать уши и драть их на конюшни, как говорит Фёдор Карамазов у Достоевского. Ну, я даже стихотворение написал на эту тему. Это было в 2002 году, уже давненько. Что это за мода? Так удобно. Любому беззаконию в зелёный свет. Ходят голыми, принародно. Что глаза, стыдобушки у них нет. Заповеди Божьи, как не бывших, на зубок, на ощупь, на глазок, слухом или нюхом, знать не слышал. Искурил и даже не вдомёк. Женщины, девчатые девчушки, щеголяют в соломудренном штанах. Так удобно. Вдряхлую старушку не имели, потеряли страх. Нарушение Божьих указаний никому так просто не пройдёт. Трубный глаз Священного Писания судит наши мысли наперёд. Так удобно. Но никто не скажет. Ищем облегчение телесам. Длинными когтями вяжем, мажем бороду, долой и по усам. То, что так удобно, всё дороже неудобного, природного, простого, безудобства, на себя похожего независимого, чистого, святого. Неудобно быть в воде на склоне, совесть потерять, забыть о Боге, не работать, сачковать, филонить до курганов, оголяя ноги. Так удобно стало безбородным, бесноватым, глупым толмачам, распоясавшимся, без постов утробным, спать при солнце, рыскать по ночам. Рогатый рог потребует свой срок, прошлое, забытое напомнит. Все дозволенности знаем, путь широк. Там неудобственно тысячу агоний. Послушай, совет мой, или нет, но самое удобное – склониться. Христа избрать тот узкий путь и свет, а страшной участи крестом оборониться. Вот так. Да, хороший. Очень хороший стих. Вы, наверное, читаете, как первый раз, да? Как будто не выписали. Да, я все стихи считаю, совершенно не признаю за свои. Один раз мне считают, а вы знаете автора? Нет, он тогда открывает газету «Радонеж», написала Игнатия Лапкин. А с чего ради? Когда воруют, это плагиат, а когда отказываются, я даже не знаю, какое слово. Хорошее стихотворение про Самуила. А одно тоже прочитал брату на свадьбу. И оно было прямо пророчески, что ждет его. Я говорю, я даже не знаю. Он говорит, а вот тут ты куплет прямо меня называешь. Ты смотри. Вот понимаешь, это нельзя высказать никак. Ну, это же вы делали, вы говорили. Не знаю. Ну, а как, извините, минутку, минуту. Алло? Алло? Ну, что, там, наверное, уже много мы беседуем. Полчаса есть? Да, у нас там, я-то нарежу же. Как бы, не обязательно нам делить. Нарежу. Ну, сейчас вот полчаса, вот только сейчас, 35 минут прошло. Ну, вот оторвать надо и снова начать. Или как? Давайте оторву, давайте оторву. Да, выйдите. Продолжение следует... Продолжение следует...